В финале муниципального конкурса «Педагог года» всегда много зрителей. Зал Видновской школы номер 10 полон болельщиков, учеников и учителей из разных школ. В этом году в районных испытаниях участие приняли 11 кандидатов, однако лишь четверо лучших боролись за первый приз. Финалистов приветствовал глава Ленинского муниципального района Валерий Венцель. Действительно, этот конкурс стал уже традиционным, желанным, и мы для себя четко понимаем, что на территории нашего муниципалитета одна из самых таких главных профессий, которая обсуждается, которая славится, это профессия учитель. Волнение и радость. Именно с этим чувством приходит на урок Елена Яковлева, учитель изобразительного искусства Бутовской школы номер 1. В своем выступлении она разыгрывает сценку знакомства с учениками, а также рисует картину с одним из них прямо во время выступления. Очень плодотворно шла работа, помогал коллектив, и поняла, что конкурс очень полезный именно для учителей, для педагогов, именно в профессиональном росте. Выступление о невероятной любви к детям и своей работе представила Оксана Скрылова, учитель младших классов Бутовской школы номер 2. Ее пришли поддержать самые яркие фанаты. В интервью она поделилась, что работая с детьми, она постоянно заряжается энергией. Это, наверное, даже не профессия, это мое хобби. Вот когда у человека совпадает хобби с профессией, то работа, не воспринимаясь как за работу, это идет от души. Я просто не представляю себя в роли кого-то другого. То, как важно быть на одной волне с учениками, в своем выступлении показал Евгений Суслов, учитель истории и социальных наук Молковской школы. На сцене они с учениками то пытались найти библиотеку Ивана Грозного, то в военной форме сидели у костра. Роль учителя на самом деле никогда не меняется. Цель-то одни и те же, да, нужно обучить. А так учитель должен просто идти в ногу со временем и приспосабливаться к новым реалиям. Несмотря на серьезную конкуренцию, победу в конкурсе одержала учитель начальных классов Видновской школы номер 9 Анастасия Соколова. Ее выступление в прямом смысле слова было космическим. Педагог путешествовала со своей ученицей по разным планетам, описывающим качества, которые должен иметь настоящий учитель. На одной планете она поет о доброте, на другой танцует. Планета оптимизма понравилась зрителям больше всего. Вопрос под чертой. Там нет про карандаши. Посмотрите внимательно, вопрос под чертой. Ужас, а где черта-то? Да на странице 32. На странице 33. Весь конкурс прошел в напряжении. По оценкам жюри, все конкурсанты шли практически нога в ногу. Педагог года 2019 в очередной раз заставляет нас понять, как много ярких и творческих учителей в нашем районе. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.